Культура России Что же повлияло на развитие культуры в данный исторический период? Во-первых, конечно, усиление абсолютизма. Вот эта вся мощь монархии, вся мощь империи нуждалась в самоутверждении. С помощью чего? Ну, конечно, с помощью шикарных красавцев дворцов, с помощью блистательных скульптур, которые бы возвеличивали наших правителей, ну и вообще нашу власть, ну и безусловно, с помощью кистей художников, с помощью пера-поэта, которые бы работали на вот эту вот государственную мощь. С одной стороны, конечно, да, художники работают на государство. С другой стороны, как же здорово они отработали. Сколько же они прекрасного всего создали, чем мы сегодня гордимся. Во-вторых, на развитие искусства культуры в этот период, конечно, влияют социально-экономические, те процессы, которые идут. Без, как это ни парадоксально, без этого чудовищного крепостного права, наверное, бы и не было столь блистательной культуры. Когда есть возможность эксплуатировать дешевый, почти рабский труд, и трудом этих самых зависимых крестьян строить, рыть, копать и так далее, естественно, гораздо проще создавать великие, пышные, потрясающие дворцы. Также в этот период, естественно, очень серьезно на развитие культуры повлияет и связи с Западом. Именно со второй половины XVIII века наше искусство, наша культура начинают развиваться синхронно. То есть те стили, которые господствуют на Западе, будут и у нас. Россия после реформ Петра Великого стала таки, по крайней мере в области искусства, страной, безусловно, европейской. С другой стороны, в общем и целом падает влияние церкви, и мы можем сказать, что вторая половина XVIII века — это все-таки период советского искусства. Развивается образование, наука и так далее, но влияние церкви ослабевает. Ну и, конечно, не надо забывать о таких факторах, как природа, земля, климат и так далее, как многонациональность нашей культуры, которая, безусловно, добавляла своего колорита в этот период. Ну и яркие исторические личности. Среди искусствоведов есть такой термин, например, «Елизаветинская барокко». Веселая императрица, любившая балы, пышность и так далее, также любила прекрасную, пышную, веселую архитектуру, веселую живопись. Ну и именно, наверное, «Елизавете» мы обязаны во многом появлению вот этих вот различных прекрасных дворцов, зданий и так далее. Сначала, как всегда, давайте поговорим о развитии науки, образования, просвещения и так далее. Ну, пару слов буквально об образовании. В этот период можно сказать, что образование наше светское. Образование делает какой-то более-менее качественный шажок вперед. Однако, образование, естественно, не лишено всех тех черт, которыми вообще наделена щедро русская жизнь XVII века. Ну, во-первых, это, конечно, сословность. Четко надо понимать, что для купцов создавались свои школы, для священников, скажем, свои какие-то семинарии, дворянство. Училось в... или кто-то дома учился, очень популярно было в XVIII веке, такое домашнее обучение. Или в кадетских, или шляхетских корпусах, или вот для девушек-дворянок был создан знаменитый Смольный институт. Кроме этого, ну, безусловно, нельзя пройти мимо университета. Глыбы. То есть того какого-то, знаете, масштабнейшего события в истории русской культуры, без которого, в общем-то, XVIII век, вторая его половина будет неполна. С другой стороны, два человека из тысячи были грамотны. Процент, который, ну, мягко говоря, не европейский, да? В Европе тоже далеко не все еще пока были грамотными, но, конечно, такого чудовищного уровня неграмотности не было нигде. Здесь нам было еще догонять и догонять. Развивается в этот период наука. Ну, в первую очередь, конечно, необходимо было осваивать, описывать и так далее, создавать карты, атласы нашей империи. Ну, и здесь, конечно, давайте выделим Кириллова. Его атлас был одним из лучших в мире на тот период. Атлас наш, России. Атлас создателя Кириллов. Экспедиции знаменитые, известные, хорошо, не будем на них подробно останавливаться. Давайте просто вспомним Витус, Беринг, пролив между Европой и, соответственно, ну, Евразией и Америкой, Азией и Америкой. Море Лаптевых, братья Лаптевы. Это все наши исследователи, которые сделали столь много для описания нашей с вами Родины, для того, чтобы мы лучше ее знали. В то же время в 18 веке развивается историческая наука. У нас урок истории вы еще, я надеюсь, не забыли все-таки. Настоящая историческая наука развивается именно здесь, сейчас, в 18 веке. Ломоносов, Татищев, русские историки, плюс иностранцы. Помните первые уроки, второй урок, знаменитую нормандскую теорию, Байер, Миллер, Шлёцер и так далее. В 18 веке в России работало много ученых, ну, назовем только выдающегося математика Эйлера, Бернули. То есть вот эти люди, конечно, тоже помогали развитию науки в России. И в то же время наши русские самоучки, механики, изобретатели Ползунов, Кулибин, Черепановы, известные тоже очень люди. К сожалению, их изобретение, к сожалению, их творчество, безусловно, которое в другом обществе, в другое время могло бы быть востребовано, оказалось задавлено толще вот этих вот феодальных, как ни странно, отношений. И, несмотря на то, что тот же Кулибин был вроде бы и при дворе, но он так и не смог реализовать ни свой одноарочный мост через него, ни других каких-то проектов. Надо сказать, что развивается в этот период общественная мысль, развивается литература. Ну, и можно сказать, что, ну, наверное, это еще не та литература, которая вот принесет нашей родине славу. Но, тем не менее, Фанвизин, Державин, Тридьяковский, Кантемир, ну, Кантемир чуть раньше, все эти люди, Крылов начинает свое творчество, все эти люди, Ломоносов, конечно, создали базу для того, чтобы уже в следующий период, уже в следующую эпоху, в первой половине 19 века наступил золотой век русской литературы. Без Державина, там, Ломоносова, Тридьяковского и так далее русской великой литературы бы не было. Ну, и, наконец, публицистика. Новиков, который полемизировал с Екатериной, эта полемика, в конце концов, дорого ему обошлась. После начала Великой Французской революции Екатерина Великая прекратила игры в либерализм, в просвещение. Новиков отправится в крепость. В 90-е годы будет сослан Радищев, его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» потрясла. Ну, и все равно то, что уже обсуждались какие-то вопросы, вопросы законодательства, вопросы крепостного права, говорит о развитии русской общественной мысли. Она все-таки не спала, она развивалась, она не боялась, хотя, конечно, для носителей идей ничего хорошего не произошло. Два основных стиля господствуют в русском искусстве в XVIII веке, во второй его половине. Это классицизм. Ну, вы помните, античная традиция, четкость форм, правильность, геометричность, вписанность в окружающую среду. Человек красивый, трояка, физически, умственно, нравственно, гармонично развитый человек. Это идеал классицизма. И немножко другой идеал, идеал барокко. Дворец царям построил расстрели. Ну, здесь Екатерининский дворец, один из дворцов эпохи барокко. Изящество, пышность, богатство, красота видится в деталях, в обилии украшений и асимметрия. Барокко переводится как «жемчужина». Ну, один из переводов, там несколько вариантов есть. Барокко — это «жемчужина неправильной формы». И вот эта асимметрия, вот эта вот неправильность. И обратите внимание, русская, российская, то, чего в Европе не было. Многоцветия и золото, и бирюза, и белый, и красный цвет, ну и другие цвета. Все это русская барокко, которая и в скульптуре, и в живописи как-то себя проявила, но больше всего, конечно, в архитектуре. Ну вот, давайте немножко поговорим об архитектуре. Несколько гениальных русских архитекторов, российских, давайте скажем, архитекторов, творит в этот период. Памятников очень много. Говорить достаточно трудно, тем более, что в конце века появится еще один стиль — романтизм. Обещаю, мы обязательно о нем поговорим, но немножко позже, когда будем говорить про Павла I и про искусство XIX века, уже именно тогда он станет более заметным. А пока классицизм и барокко. Опять же, знаменитая цитата из Маяковского «Дворец царям построил Растрелли, цари умирали, рождались, старели». Он не один построил дворец, он построил очень много. Растрелли. Знаменитый легендарный российский архитектор. Зимний дворец, там, где сейчас Эрмитаж, музей прекрасный, вы все знаете, этот огромный комплекс на берегу Невы. Екатерининский дворец царского села, который вы только что видели. Смольный собор, Смольная церковь в Петербурге. Андреевская церковь в Киеве, ну и множество разных других проектов. В Метаве он строил еще для Бирона, много чего строил Растрелли. Ну, конечно, Петродворец, то есть вот это все построено им. Вот эти все дворцы, блестящая садово-парковая архитектура — это он. Кроме этого, в Питере строятся и другие постройки. В целом Питер все-таки не такой вот неборочный, да, он скорее все-таки классический, классицизм. Там Старов, например, строит Таврический дворец. Мы можем сказать, что именно в этот период Кваренге строят здание Академии наук. Именно в это время в Питере появляются знаменитые решетки, набережные, то есть Нева, да и другие питерские реки одеваются в гранит. И вот тот Питер, которым мы сегодня восхищаемся, он появляется тоже во второй половине XVIII века. Ну, а конец века — это уже Бренна, это уже Павел I, который разрабатывает собственноручно план Михайловского замка. Замка в стиле романтизм, в котором, собственно, его и убьют в марте 1801 года. Замок тоже окруженный там рвом, дубравой, вот такой типичный для стиля романтизм. Три стиля, таким образом. Москва становится гораздо более красивой. В Москве работает несколько тоже блистательных архитекторов. Ну, начинал все, создавал школу Ухтомский. Пусть не так много всего он построил, но вот его колокольня, например, знаменитая в Троице Сергеевой Лавре. Именно он воспитал знаменитых русских архитекторов Казакова-Баженова. Казаков — это здание сената в Кремле. Казаков — это здание дворянского собрания, сейчас это колонный зал Дома Союзов. Ну, вот он остался неперестроенный. Казаков — это ныне Академия Жуковского, нынешняя такая вот тоже затейливая, причудливая, с элементами барокко-романтизма. Казаков — это первая градская больница, Голицынская больница для бедных. И это все в стиле классицизм. Баженов, Дом Пашкова, Баженов, Царицыно — еще один гениальный архитектор, чьи проекты были слишком масштабны. Наверное, денег не хватало. Царицыно так и осталось недостроенным. Достроили его совсем недавно. Много споров, так, не так, правильно, неправильно, но так или иначе. Мы сейчас можем достаточно хорошо понять, что же хотел архитектор воплотить здесь, в Москве. Ну и, конечно, дворянские усадьбы. Многочисленные дворянские усадьбы. Кускова, Останкино и так далее. Поезжайте, посмотрите. Интересно, потрясающе. Развивается русская живопись, развивается русская скульптура. Ну и тоже, смотрите, какие разные стили. За моей спиной два портрета. Один из них — это портрет Екатерины Второй, выдающийся русский художник Левицкий. Там, где Екатерина законодательница, он чуть повыше, да, там все правильно. Там она такая идеальная правительница, красивая внешняя, красивая, умная такая, да, волевая, решительная. И она у статуи, у ног статуи богини правосудия и так далее. А с другой стороны, внизу, чуть-чуть пониже, другой русский великий портретист Боровиковский. Легкий, красивый, очень такой душевный портрет, портрет Лопухиной. Портрет — это один из главных, да, собственно, главный жанр русской живописи 18 века, второй половины. И посмотрите, какие разные портреты. Грубо говоря, парадный портрет и такой вот душевный, с элементами романтизма, да, передающий чувства огромные. Кстати, тот же Боровиковский и другой знаменитый портрет создал Екатерина, где она грустит у могилы Потемкина, ну, на фоне там могилы Потемкина. После его смерти, смерти своего любимого фаворита. Его портрет на стене у нас, за моей тоже спиной. Вот, и насколько же все это разное. Добавьте сюда Аргунова, добавьте сюда Рокотова, добавьте сюда других замечательных русских портретистов, ну, хотя бы вот эти Рокотов, Аргунов, Боровиковский, Левицкий. Появляются, может быть, не столь известные, но тоже хорошие, да, скажем так, хорошие, качественные очень работы. Ну, например, Лосенко творил в жанре исторической живописи. До Лосенко у нас этого жанра не было. Это один из первых, первый фактически художник русский, который учился в Италии. Пусть он не достиг славы там Левицкого или Боровиковского, но, конечно, тоже забывать мы его не должны. Ну, и, наконец, русская скульптура. Опять же, за моей спиной легендарный, знаменитый портрет скульптурный Павла Первого. Федот Иванович Шубин, Федор Иванович Шубин, он, Федор Федот, имя его, претерпело трансформацию в течение его жизни, но дело не в этом. Шубин, великий русский скульптор-реалист. Глядя на бюст Павла Первого, мы очень много можем сказать об этом человеке. Это реализм. А с другой стороны, Козловский, с его монументальнейшей статуей Самсона. Ну, наверняка знаете, статуя знаменитая в Петергофе, в Петродворце, далеко от Питера. Самсон, разрывающий пастель его 16 метров вверх, бьет струя. Монументальная скульптура. Ну, и третий памятник, который тоже забывать нельзя ни в коем случае, это, конечно, медный всадник. Именно тогда Фальконе по заказу Екатерины Второй сотворил статую, которая стала символом Петербурга, ну и вообще одним из символов России. Развивается не только архитектура, скульптура и живопись. В этот период появляется первый русский крупный такой театр. В Ярославле его создает Федор Волков. Потом труппа переедет в Петербург, но театр развивается тоже. Давайте подводить итоги. Вторая половина 18 века. Это период, когда русские архитекторы, живописцы, скульпторы, мастера сцены, поэты, писатели, общественные деятели создали столько шедевров, создали столько прекрасных произведений, что, в общем-то, здесь, наверное, можно однозначно сказать. Помните, на предыдущих уроках мы говорили, что неоднозначные итоги. Вот здесь можно и так оценивать и сяк. Вот в искусстве, в культуре, наверное, оценка должна быть однозначной. Это блистательная эпоха, и шедеврами ее мы с вами должны гордиться. Гордиться всегда долго, может быть, навсегда.